Видели итальянский Сан-Ремо и мечтали свое поющее место совсем рядом с Минском, всего-то 75 километров. Сегодня и завтра здесь ожидают более 30 тысяч гостей. 25 лет назад, молодично, смотрели через спутник в прямом эфире даже в США. Слышите? Голос из прекрасного далека. На белых ухом вишня, у быцем синий огонек, Песа, уеца, шпарки легкие, синий окрылый мотылек. Лично для меня были написаны песни на стихи Максима Богдановича, Игорем Полевода и «Царство ему небесное». Когда я участвовала в фестивале, я впервые туда попала. Город был очень гостеприимным, очень теплым, очень солнечным, очень цветочным. Гран-при автомобиль небесно-голубого цвета. Четверть века назад победителю «Золотая ветка папоротника». Сейчас тому, кто лучше всех, приз имени Владимира Мулявина. Хрустальная гитара пока спрятана во Дворце культуры. Сегодня под его заманчивыми сводами запевали 20 финалистов конкурса «Молодечно». Слышите? Голос, возможно, из прекрасного будущего. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В Большинстве 1993 года мы ладим тут фестивали. И на каждом фестивале у нас есть нечто новое, нечто доброе. В этом фестивале выховывают целое поколение. Выконавцы белорусской эстрадной песни. Между концертами, спектаклями и вернисажами приглашают на пять площадок под открытым небом. Два дня от центральной площади до парка культуры. Народные забавы на любой возраст. А после ярмарки, как в павлинке у песняра купалы «Малая Родина подмолодечно», слышите голос из прекрасного настоящего. Мой родный кут. Это молодечно. У меня дружба со многими поэтами белорусскими. Им благодарность. Начинаю от Максима Танка, Нила Гилевича. К 80-летию великого мелодиста первый гала-концерт в летнем амфитеатре. Со сцены шлягеры на все времена. Журовы на поле селятятели. Полька белорусская, почти трехтысячный зал, несомненно, подхватит. 25 лет спустя будущее главного праздника нашей музыки и лирики, как в песне. Слышите голоса из прекрасного далека и настоящего. Александр Матяц, Юрий Убовников. Наши новости. Минская область.